Всем привет! Давайте я вам сегодня расскажу, как у меня обстоят дела с спиной. Я уже недельки-две держала такое молчание, и, ну, наверное, вы думаете, почему я молчу, почему я об этом ничего не говорю. И сразу вам скажу, что у меня такой видон не потому, что я в депрессухе, и не потому, что я как-то очень сильно расстроилась. Нет, я расстроилась, конечно же, но не всё так плохо, поэтому... У меня такой видон, и я так говорю, что у меня на улице дождь, в конце концов, после двух недель жары в Мюнхене дождь. И если вы прекрасно чувствуете, я просто сонная, поэтому я так говорю. Неделю назад, в воскресенье, я вам рассказала, что меня сильно беспокоит моя спина, и что у меня боли, и что раньше тоже были боли, но сейчас появились какие-то подозрительные боли внизу позвоночника, и отдаёт в левую ногу, и тралалапапа. И что во вторник мне нужно сходить на укол зеладекса, я об этих болях сообщу своему врачу. Была я, значит, в тот вторник, когда и нужно было пойти у врача, но он, в принципе, послал меня гулять, так скажем. Сказал мне, что в клинике, где я колю зеладекс, лечат грудь, но не спину, поэтому отправил меня к ортопеду. Чтобы попасть к ортопеду, мне нужно было обязательно взять направление у семейного врача. Но даже если это Мюнхен, даже если это, можно сказать, столица, медицинская столица Германии, всё равно я уже как бы не экстренный пациент, поэтому, когда ты говоришь, что у тебя просто болит спина, тебя просто отправляют подождать немножко до сентября. И речь не идёт о том, что платно, бесплатно, поголовно, все ждут до сентября, потому что просто-напросто нет врачей, которые тебя могут проверить. Как бы есть, но мало. Была я, значит, у ортопеда, история длинная, получается такое вступление нудное, как всегда была я у ортопеда. Ортопед меня поставил во все позиции там, и раком, и боком, и так мне ноги поднимал, и руки, и решил, что почему-то странно, что боли уходят в ногу, потому что это далеко не киста, потому что я как бы очень легко могу в какую-то вот такую непонятную позицию встать, то есть он не думает, что это киста, но всё-таки, если у меня есть боли, если я страдаю от этих болей, то давайте мы вас отправим на МРТ. МРТ он мне дал только на вот эту вот нижнюю часть. Когда я спросила, почему не на всю спину, потому что раньше у меня были боли немножко выше, и у меня не только там болит, у меня и там болит, у меня и там болит, он мне сказал, хрэ, не паникуй, нельзя лежать в аппарате больше, чем 15 минут. Почему нельзя, не знаю, нет объяснений. То есть, когда делаешь МРТ позвоночника, можно в один день сделать только МРТ, допустим, нижней части, потом вот это его средней части, и только на третий день вот самой вот этой части. Так как у меня последние боли, которые мне немножко казались непонятными, новыми, вот здесь наверху у меня болело с тех пор, как я была молодой, а вот внизу начала болеть в последний месяц, мы решили в первую очередь сделать МРТ вот этого вот нижнего позвонка, ну, куска вот этого. Опять не было записи на МРТ, было-бла-бла, значит, сходила, сделала. Это было позавчера. Значит, вызывает меня в кабинет доктор, чтобы прочитать мне результат. Ну, врач тебя вызывает в кабинет, тебе в двух словах говорит, что он примерно там видит, чтобы успокоить пациента, или наоборот, чтобы предупредить. Ну, а сама вот эта вот петиция, письмо, именно на руку ты получаешь только через почту, через день, через два. Обычно результат готов на второй день, но пока через почту он до тебя доходит, получается, ну, два-три дня ждать надо. И доходит это письмо через два дня и к твоему врачу, именно к тому, кто тебе выписал направление. Значит, вызвала меня врач в кабинет и говорит, слушай, вначале такая, знаете, радостная, говорит, я ничего тебе не нашла, у тебя ничего там нету. Боли, как ты объяснила, что у тебя в левую ногу, действительно, между теми позвонками, но, видать, они знают, где появляются грыжи, в том случае, когда боли отдают в ногу. То есть это стандартный, так сказать, случай. Там у тебя ничего нету, мы тебе ничего не нашли. И, конечно же, есть там между вот этими вот шайбами позвоночными, вот сама вот та вот жидкость с одной стороны, она немножечко приплюснутая, а с другой стороны она немножечко так будто бы приоткрытая. Но там, где она вот немножко вот приоткрытая, открытая, как бы, не знаю, юзом как-то идёт, она как бы с правой стороны, а ты говоришь, что боли у тебя в левой стороне. То есть я тебе, так скажу честно, можешь забить на это, там ничего страшного нету, или, по крайней мере, ничего такого, о чём бы ты должна сейчас переживать и заострять на этом твоё внимание. Хорошо, спасибо, обрадовала, говорю. А от чего боли? Давайте как-то, может, вы мне что-то предложите. Всё-таки у меня раньше был рак, как бы у меня есть анамнез. И я не могу просто так терпеть боли и не задумываться, в чём причина, откуда ноги растут. И она говорит, да, я знаю, у меня в компьютере это всё записано. Именно поэтому я тебе хочу показать одну вещь. Говорит, у меня здесь плохо видно, но я вижу какое-то непонятное пятно у тебя в позвонках, но немножко выше. Я говорю, и что это? Это что, метастаз? Она говорит, слушай, не надо паниковать, потому что мы делали тебе МРТ, во-первых, без контраста, во-вторых, мы делали МРТ нижней части. И на МРТ, ну, немножечко видно, и вот эта вот часть, которая выше, я вижу пятно, я не могу сказать, и вообще не могу даже какое-то мнение сейчас высказать или написать тебе что-то, может быть такое, но учитывая твой анамнез, я тебе предлагаю, если ты согласна, сделать тебе КТ вот этой вот части, которая, ну, мне кажется, сигнальная в твоём случае. Я говорю, конечно, согласна. Что значит, если согласна? Само собой, когда тебе говорят, что мы видим у вас в позвонках пятно, ты же мне скажешь, да ладно, забью, у меня всё равно ПЦТ в сентябре, потому что я пришла домой, муж говорит, так у тебя же ПЦТ в сентябре, что ж тебе сейчас что-то делать? Слушай, боюсь, поэтому и хочу сейчас сделать. Ещё увидела тоже очень-то непонятно, я не знала, что на МРТ на звонках у тебя видны другие органы. Она мне говорит, «А ты знала, что у тебя в печени есть киста?» Я как-то помню, что у меня была какая-то киста, но в каком органе? Извиняйте, пардонте, забыла. Но, видать, это та самая киста, которая как-то появлялась у меня в каких-то других обследованиях. Говорю, «А это точно киста?» Это не метастаза. Она говорит, «Там на 100% киста». Даже, слушай, я тебе сказала, просто чтобы ты знала, если она у тебя есть, ты, конечно же, я думаю, что должна пойти сделать УЗИ. Но, говорит, если ты обратилась сегодня по поводу боли в позвоночнике, мы должны решить, вот что с этим пятном, которое немножечко выше. На второе же утро, короче, девочки, я не могу, знаете, так короче склифосовски, не могу. Но, чтобы вы поняли, надо это все вот так вот. Много бла-бла-бла, короче. На второе же утро я начинаю искать запись к ортопеду. А он, зараза, взял и смылся в отпуск. Ну, конечно, человек имеет, он же врач, он тоже имеет право отдыхать, как и все люди. Но, когда ты пациент, ты так начинаешь психовать по этому поводу. Это просто жуть какая-то. Нету, блин, его до сентября месяца нету. До 26 августа его нету. Бляха-муха. До 26 августа. Это же так далеко. Начинаю искать в Мюнхене другого ортопеда. Но этот Румын. С этим можно обсудить детали. У него не так много пациентов, и он тебя не выгоняет из кабинета. То есть, ты можешь у него зависать долго и спрашивать всякую ерунду. В этот же день у меня была запись к моему семейному врачу. У меня там решается с инвалидностью, с бла-бла-бла. Мне надо было сходить к моему семейному врачу. Прихожу я, значит, к ней, дни у меня последние были как из жопы. У меня видео сегодня, наверное, забанят. Дни мочуки. Как из жопы. То я потеряла свою эту карту с деньгами кредитную, то я не помню, что еще было, то меня отчитала по полной программе моя семейный врач. Видите ли, я пришла в последний день, но я же не виновата, что она мне сделала запись конкретно на последний день. Она сегодня уже с сегодняшнего дня она в отпуске. И вчера был последний день. Я когда заявилась в кабинет, она сразу же, и она, и две эти ассистентки, сестрички, которые там работают, ну, знаете, с такими лицами меня встретили, типа, ой, только, знаете, вот тебя сегодня здесь в кабинете не хватало. начали меня что-то там отчитывать, что я вчера на телефон не отвечала, что им звонили с пенсионки, и она им сказала, что я уже могу без проблем работать 8 часов в день, потому что я не отвечала на телефонные звонки, хотя у нее номера телефонов из фирмы, и номер Дурина, и номер моей помощницы, ну, ну, в общем, не везучая неделя. То есть, я объясняла, и как-то очень виновата себя чувствовала, что я вообще пришла в этот день к ней в кабинет. Кто-то вообще сегодня пришла, я говорю, подождите, у меня там проблема, бла-бла-бла, помимо, оставьте вы нахрен ту пенсионку, у меня вот проблема. Достала диск, хорошо, что у меня был диск с МРТ со вчерашнего дня, достала диск, говорю, и вот, вот смотрите, здесь вчерашнее число, я вчера ходила на МРТ, она говорит, ну, да, вроде помню, что я тебе выписывала направление к ортопеду, даже не знала, с чего начать, чтобы она поняла, и все путает. Она говорит, так что у тебя там, грыжа или что у тебя? Говорю, нет, грыжи нету, но есть какое-то подозрительное пятно, и я не знаю, что делать, потому что она мне сказала сделать обязательно КТ этого участка, а мой ортопед уехал в отпуск, и вы тоже уезжаете в отпуск, и откуда мне брать сейчас направление, что мне делать до начала сентября, ну, уже войдите, и вы в мое положение, выпишите мне хоть что-нибудь, дайте мне хоть какие-то индикации, что мне делать, просто лечь вот так вот на бок и спать до сентября, она уже немножечко, знаете, подутихла, говорит, надо выпить кофейку, и говорит мне, ладно, давай-ка мы с тобой позвоним сейчас в эту радиологию, где ты делала обследование, и я скажу, что я твой семейный врач, расскажу всю твою ситуацию, что ты в тяжелом положении, что все в отпусках, и тебе до тех пор, пока мы возвращаемся из отпуска, нужно сделать этот коты, который они тебе рекомендовали, поэтому пусть они мне сюда через факс вышлют письмо, на 100%, что письмо сегодня пятница, на 100%, что письмо уже готово, просто физически оно дойдет до ортопеда только в понедельник, а ко мне оно вообще не дойдет, потому что направление выписывала не я, я тебе выписывала направление только к ортопеду, а уже ортопед тебе дал эту индикацию сделать МРТ, поэтому у меня самого результата не будет, но я попробую сегодня все решить, и потом пошло все как по маслу, значит, выслали нам через факс сам результат, и вот тебе сюрприз, конечно же, было много-много-много всякое-всячее, но она-то мне в двух словах сказала, что там у тебя ничего, ну, здесь, наверное, из-за возраста какие-то разрушения, здесь там то, здесь там то, ну, в принципе, херня, вот только это пятно какое-то непонятное, не знаю, сколько там строк, много-много-много строк, что она там увидела, и в конце такая вот индикация, то есть такой совет, учитывая анамнез, Каролины, я предлагаю ей сделать цинтиграфию, но уже моя Аккерман запаниковала, говорит, ой, блядь, это же цинтиграфия, это же больше, чем КТ, это же, наверное, что-то точно она у тебя там увидела, это же, давай мы сейчас быстро тебе возьмем кровь на онкомаркеры, вот, не знаю, уже не из-за того, быстрее всего, что она меня сильно пожалела, но я думаю, что иногда, и это мне только на руку, спасибо Господу, что так и получается, что врачи, когда узнают, что у тебя рак, они немножечко начинают прикрывать свою спину, если пациент начинает давить, типа, нет, ну у меня же был диагноз, поэтому давайте выясняйте, и они тебе в рекомендациях пишут какое-то более такое продвинутое обследование, и мне кажется, что они так прикрывают свою спину, не дай бог, если там метастазы, чтобы, чтобы эта ситуация не обернулась против него самого, чтобы не было такого, знаете, казуса, что, мол, я у тебя была, ты мне сказала, сиди, расслабься, расслабь булки, и уезжай ты в отпуск, а на самом деле там метастазы, мне кажется, что прикрывают спинки свои, а мне только на руку, слава богу, слава богу, что так происходит, слава богу, что я иду на сцентиграфию, не буду рассказывать все скачки, как мы искали запись на сцентиграфию, потому что опять же отпуска, опять же август, опять же Мюнхен, опять же много пациентов, мест нету, но нашли спустя вот долгие часы звонков и много пота на лице и много кружек выпитого кофе, мы нашли термин, если по-немецки, или запись, если по-русски, на вторник, во вторник у меня уже будет на руках результат, там на сцентиграфии, я уже была один раз, и там тебе говорят, ну в принципе, вкратце, но говорят в тот же день, то есть я узнаю, есть ли у меня метастазы или нет. Девчонки, если рассуждать как пессимист, она 100% там что-то увидела, если рассуждать как оптимист, она мне выписала направление на сцентиграфию, учитывая мой диагноз, и учитывая то, что в моем блокнотике, который я ей показала, и откуда она себе выписала записи, были подозрения на метастазы, тоже в ребре, то есть это опять же скелет получается. Вот у меня такой вопросик к вам, вот на этой сцентиграфии, что вообще для чего она, я знаю, что это очень информативно, если смотреть сам скелет, но вот там видны только очаги, вот сигнальные очаги, которые там контрастят, светятся, или там же видны и какие-то заболевания другие, допустим, я так, почему-то я на 99% уверена, что там нет метастаза, но я буду лечить дальше свою спину, я уже узнала, что в Мюнхене есть центр, который занимается именно лечением самого позвоночника, есть же разные там болячки позвоночника, я же не должна всю жизнь уже мучиться, а болит и болит, слава богу, что не метастаза, и лежу себе спокойно дальше. Вот, я вот у вас хочу спросить, я просто вообще не знаю, даже не хочу заходить сейчас в интернет, в последнее время вообще не хочу читать о раке, просто бесит, просто аллергия на эту тему, и, может, кто знает, вот на сцентиграфии показаны и другие болезни, то есть мой ортопед может всунуть этот диск себе в компьютер и посмотреть более там детально мой позвоночник, узнать, что у меня там, окей, не грыжа, не метастаза, а что тогда, вот как вы думаете? Немножко, конечно, расстроилась, не без того, и немножко расстроилась, что мне в клинике не дали ответ, в моей клинике, то есть после того, как тебе говорят, что в принципе ты в ремиссии, хотя слово ремиссия мне никто не говорил, но я отправляю тебя гулять, и ты сам по себе гуляешь, так, знаете, как бездомная собака, и не знаешь, в какие двери стучаться, и из-за чего у тебя то, из-за чего у тебя то. Эти темы не сильно я обсуждаю в Инстаграме, и не сильно обсуждаю на Ютубе, у меня просто уже аллергия, я не хочу, чтобы у меня на канале в Инстаграм, или на Ютубе, было как вот сообщество женщин, которые собрались в кружок, и плачут в жилетку, я хочу немножечко развести вот эту вот депрессуху, и дешифровки анализов чем-то немножко другим, более девчачьим, и более как бы чем-то, что пахнет жизнью, а не больницей. Поэтому не начинаю просто каждую свою побочку обсуждать. Честно, много побочек, я тот человек, который не говорит о своих побочках, я считаю, что, ну, это же понятно, что вот эти вот медикаменты, которые я сейчас принимаю, они же дают много побочек, но с этим нужно свыгнуться, с этим нужно жить, я понимаю, что вот это лечение мне продлевает жизнь, поэтому я даже не хочу зацикливаться, что то болит, то болит. Уже какие-то сильные, подозрительные боли я оглашаю в больнице, ну, потому что я тоже дрефлю, так получается, но хочу немножечко на ютюбе немножечко развести вот эту вот атмосферу, немножечко привести в жизнь и в чувства всех девчонок. И я честно вам скажу, что я плохой компаньон по... Вот кто хочет собраться в кружок и просто плакать вместе, я не тот человек. Не то, что у меня нету таких состояний, у меня тоже бывает, что я прихожу домой, ни с кем не хочу разговаривать, но вместе плакать, как бы это получается, что ты плачешь, я тебе сыплю соль на рану, у меня тоже та херово, я просто хочу, вы давай быть вместе, пошли в лес. Не хочу в лес, хочу в бар кофе пить. Не для этого я выживала, чтобы сидеть и просто постоянно быть в какой-то депрессии. Знаю, что нет причин радоваться, никаких у меня причин сейчас радоваться нету, но собираюсь и дальше учить язык, собираюсь расширять свой бизнес, даже не задумываюсь о том, вот как другие говорят, блин, я не хочу на себя тратить деньги на крем, вдруг умру, зачем потратить в этот месяц 50 евро, а я в каждый месяц трачу 1000 евро на курс немецкого языка, хотя я не знаю, умру ли я через год или не умру. Почему я должна рассуждать, как человек умирающий, я хочу рассуждать, как 18-летний человек, у которого вся жизнь впереди, таким образом мой мозг молодеет, таким образом я как-то двигаюсь вперед. И мне кажется, что организм это вообще высшая машина, может сам себя вылечивать. Знаю, что на последней стадии рака хоть ты там медитациями занимайся, хоть ты там йогой занимайся и входи в какой-то транс, ты уже себя не вылечишь. Но когда у тебя еще есть все шансы или, допустим, депрессию, человек сам у себя может вылечить. Главное не сидеть дома. Если сидишь дома, я заметила, бегают целый день, вот как коза бегают целый день. К вечеру у меня уже позвоночник валится в трусники. Но если я лежу целый день, у меня еще больше болит позвоночник. Так что я лучше буду активным человеком, буду молодым человеком, чем я превращусь в бабушку, когда я больше лежу. Вот ночью я заметила, блин, столько слов, что аж сопли потекли. Ночью лежу, днем лежу, типа читаю, типа делаю себе релакс два дня. И уже на третий день я уже иду в туалет, вот когда я поднимаюсь с кровати, просто вот так вот, как бабка какая-то. Так что все. Нефиг нафиг. Буду жить нормальной жизнью нормального человека. А о результатах и о том, что мне там нашли, я вам расскажу на следующей неделе. Быстрее всего, что в воскресенье. В течение недели тоже будет видео, но, наверное, не будет бла-бла-блака, не будет бьюти. Видос. А в конце недели. Или вообще не обещаю, потому что я вообще не человек такой, который непредсказуемый. Может, вообще завтра вам еще один видос засниму и залью его на YouTube. Всех люблю, всех целую, всех обнимаю. С вами была Каролина. Пока, девчонки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok